Чиновники и депутаты проинспектировали дачу Анатра на французском бульваре. Как известно, оба здания, находящиеся на данной территории, имеют статус памятников архитектуры, что, впрочем, не помешало компании-застройщику начать в одном из них дачи Мищенко строительные работы. Более того, с тыльной стороны здания памятника был вырыт огромный котлован. Несмотря на то, что было предписание прекратить стройку, работы продолжались. Смогли ли чиновники остановить застройщика на этот раз в нашем сюжете? Первыми забили тревогу по поводу проводимых застройщикам работ по якобы реконструкции памятника архитектуры дачи Мищенко общественники. Не власть, не инспекторы профильных ведомств, ГАСКО, архитектуры культурного наследия, а активисты. Именно они не только обратили внимание громады на то, что деситы вот-вот потеряют еще одну свою достопримечательность, но и заставили шевелиться неповоротливую чиновную машину. С начала октября на территории дачи Анатра несколько раз приезжали представители разных структур, которые вручали застройщику предписание остановить строительные работы. Вот и те вроде бы соглашались, кивали, но потихоньку продолжали долбить несущие стены памятника и заливать бетоном огромный котлован, вырытый с тыльной стороны дачи Мищенко. Если месяц назад здесь был просто котлован, то теперь налицо возведение цокольного этажа, укрепленного арматурой. Судя по толщине заливки, здесь минимум шесть этажей. С фасада непонятная пристроечка, которая вполне может вырасти до нескольких этажей. Я зашел туда и посмотрел на эту пристройку, посмотрел, как она воздействует на памятник, на фундаменты, на открытые фундаменты, на трещины. Кто-то же на это разрешение выдал. И вот здесь непонятно и даже некоторым образом удивительно позиция одесских городских властей. Изначально, складывается такое впечатление, ее позиции вообще не было. То есть работы проводились, но мэрия об этом ничегошеньки не знала. Ну вот вообще ничего. А когда не знать и не замечать того, что творится под носом, стало совсем не Камильфо, спасибо общественникам, стали наши профильные департаменты выдавать разные там бумажки предписания остановить стройку. По этому поводу у нас было предписание о приостановлении строительства, которое было вручено непосредственно юристу заказчика с целью предоставления каких-либо документов разрешающих. Документы представлены не были. Стройка продолжалась, тогда чиновники оштрафовали за стройщика, но и это не помогло. Нами были, да, были установлены нарушения. Первое, что я вам сказал, это самовольное строительство. Были вынесены, был сложен протокол и вынесено постановление об административном штрафе 500 тысяч раз. Второе, выполнялись работы нелицензированной организации 130 тысяч два. И третье, ими была зарегистрирована декларация на начало выполнения работ с недостоверными данными 50 тысяч три. То есть с общей сложностью практически на 700 тысяч гривен было вынесено штрафных санкций. Чиновники наложили штраф на застройщика, который в свою очередь наложил на это наложение и все равно продолжил строительные работы, на которые по утверждению юриста компании есть все разрешительные документы, которые, правда, присутствующим он не предъявил. Был заключен охранный договор, по которому собственник обязался сохранить объект культурного наследия в первоначальном виде. То есть мне тяжело представить застройщика, который там собирается разрушить памятник архитектуры и до начала работы дел проводит подобного рода работы. Поэтому мне кажется, что здесь очень много вокруг этого объекта шума, очень много рекламы. Что касается самих реставрационных работ, то и они выглядят несколько странно. Особняк остался без крыльца, балконов, перекрытия, внутренних и внешних слоев штукатурки. Разбиты мраморные подоконники. Я вам скажу, что даже то укрепление, которое на сегодняшний момент производит владелец, если посмотреть внимательно, это не укрепление. Это абсолютно некачественные, бездарные работы. К сожалению, не можно, может быть, через телевидение обратиться к владельцу, потому что даже та строительная компания, которая считает эти строительные работы по укреплению, это абсолютно неквалифицированная работа. Даже сварные швы, вы можете посмотреть по этим металлическим пластинам укреплений, они даже не произведены по всему периметру. К сожалению, у нас большая проблема как в охране памятников, как в содержании памятников. И, к сожалению, у нас абсолютно холостая система по наказанию нарушителей во всех этих, скажем так, проблемах. Здесь же на месте депутаты профильной строительной комиссии провели выездное совещание, результатом которого стало решение пригласить на ближайшее заседание застройщика, причем вместе с пакетом документов. Но здесь есть еще один нюанс, каким образом застройщик стал владельцем земли. В ряде одесских СМИ появились публикации, в которых утверждается, что землеотвод, впрочем, как и продажа бывшего санатория Укрпровздравницей в частные руки, очередная махинация, в которой в том числе фигурирует имя бывшего депутата гурсовета Олега Маркова, брата небезызвестного Игоря Маркова. А что касается будущего этого памятника архитектуры, то здесь возможны два варианта разрешения ситуации через суд, в котором бы из Сум выступил горсовет, либо же выкуп здания у собственника. Правда, доживет ли особняк до своего счастливого будущего? Большой вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова